приветствую вас наши телезрители канала тебе я рад вас видеть и рад что вы присоединились к нашим передачам мы начинаем серию передач чудеса исцеления потому что мы верим в пробуждение в россии мы верим что дух святой изливает свое присутствие изливает чудеса на россию мы верим что мы живем в особенное время и я очень рад что мы в этой студии с дорогим гостем пастором сергеем марининым это пастор церкви слова жизни города саратов основатель движения священники господа и пастор сергей я очень рад что мы вместе здесь сейчас спасибо приветствую вас дорогие друзья очень приятно то что сегодня поднимается эта тема тема исцеления менями пастор сергей вы основатель движения исцеления священники господа вот если смотреть так вот на церковь на то что происходит в россии мы видим что вопрос божественного если исцеления последние несколько лет он поднимается и я смотрю но вот так вот наблюдая за разными церквями общаясь разными церквями я вижу как в этом вопросе какое-то происходит движение что дух святой что-то делает в этой сфере и новые основатель движения есть понимание что есть служение в церкви служение когда там какая-то группа людей идут исцеляют кого-то идут реагируют на какие-то просьбы там на какие-то сообщения но вы говорите о движении вот можете поделиться с нами вот что значит служение исцеления допустим как вы увидите в чем его предназначение и почему она появилась церкви служение исцеления традиционно если говорить вот об этой теме всегда всегда было в селе христа мы видим это в библии мы видим якова пятую главу где написано о том что кто заболел пускай призовет пресвитеров и они помолятся за исцелением поможет маслом и помолится за исцеление и когда я уверовал и пришел в церковь то здесь было всегда служение исцеления и достаточно активно поместная церковь двигалась вот в этих вопросах но через какое-то время я увидел что идет вот некое разделение что вот здесь мы говорим о служении исцеления а здесь мы говорим вот о спасении о благой вести и через какое-то время однажды просто бог он начал открывать и говорить о том что служение исцеления она конечно же важно нужно но нам нужно договориться тогда вот что мы подразумеваем под этим я верю что служение исцеления но необходимо по местной церкви для того чтобы обучать вдохновлять снаряжать людей но это не для того чтобы только молиться за больных людей иначе мы попадаем как бы в замкнутый круг что люди исцеляясь они заболевая снова возвращаются вот команде или к этому служению я верю то что исцеление она связана с евангелием с радостной вестью с вестью с благою вестью мы не можем это разделить и я верю то что библии в марке в 16 главе написано что уверовавший человек он будет возлагать руки на больных и больные они будут здоровы это связано с каждым из нас это евангелие мы не можем вот разделить эти вещи и это точно так же это не связано с личным призванием человека это связано с тем что мы проповедуем евангелие любой человек всякий рожденный свыше он несет эту миссию он является этим учеником и бог обращается к нам то что идите проповедуйте и я свое слово я буду подтверждать своими знамениями и достаточно четко бог говорит об этих вещах поэтому есть роль служение исцеления в подготовке в том чтобы охватить поместную церковь научить людей молиться за исцеление и я не вижу ничего вот в этом удивительного когда я говорю допустим тебе нужно научиться исцелять людей и люди они но некоторые воспринимают это достаточно так ну как-то странно слышно что это как это ты говоришь об этом как научиться на коньках научиться на велосипеде я говорю да именно так научиться исцелять потому что нужен навык нужна практика нужен опыт веры это важные вещи и нужно какое-то время чтобы действительно то есть вот получить этот навык на вот и но это как в любом другом деле нам нам нужно нам нужно на причем когда вот смотришь так вот на церковь появляются как бы отдельные люди то есть они даже вот или как бы себя не позиционирует как служение исцеления такое чувство что дух святой хочет показать нам что он может взять простых людей и начать через них действовать исцелять людей и это даже не оформляется в какое-то служение исцеления но просто человеческая такая ну то есть активность инициатива человека что дух святой хочет нам показать что но исцеление это часть евангелия это часть такого образа жизни лайфстайла который мы можем с вами жить который может жить церковь не отдельные люди в церкви да каждый да и сегодня для церкви это вызов действительно нам вот встать в эту позицию а тогда когда мы вот ну вместе как тело видим это потому что достаточно разрозненные вот мнение во всех вот в этом направлении когда мы говорим об исцелении у каждого свой опыт причем очень много негативного опыта в церквях тогда когда настолько принципиально писание говорит об этом но вот как раз на этом фоне на фоне вот этих принципов люди переживают свой какой-то негативный личный опыт когда люди продолжают болеть умирать и так далее и нам нужно действительно создавать вот эту культуру атмосферу тогда когда поместная церковь она будет вот в единстве вот в этом вопросе и я не вижу специфики здесь я говорю относительно евангелия вот как мы проповедуем насколько мы активны насколько мы несем благую весть каждый на своем месте может быть это твоя работа может быть это место где ты живешь вот аминь я вот еще столкнулся с таким с такой реальностью то что вот допустим но есть какая-то поместная община поместная церковь и вдруг там появляется человек который вот в вопросе исцеления становится активным активную позицию и все вот начинают но идти очередью к нему выстраиваться что есть у нас там с такой вот иван иваныч вот у тебя там болит нога давай тогда тебе к нему и вот все входящие предложения запросы в теме исцеления к нему все поступают и вот как-то я нос поймал себя на такой мысли что что-то здесь как-то не то что-то должно быть по-другому вот что вы думаете об этом бы эта проблема или это как но это нормально или это реально я я думаю это нормально когда есть люди которые двигаются в этих дарах и видно что они призваны в это но я вижу я верю таким образом что как раз вот эти люди они призваны принести это в церковь не просто создать очереди и знаешь вот звездиться то есть а начать охватывать тело христа начать культивировать это и все дары которые и имеет лично каждый человек они ровно для того чтобы это принести это обучить вдохновить передать другому и таким образом это связано с самим евангелем поэтому отдельные люди они конечно есть это точно так же как вот сегодня мы церковь является пророческим голосом для этого мира и мы все пророчествующие люди но тем не менее пророки не все или служение пророка это отдельный уже вопрос и здесь то же самое но служение пророка но для того чтобы поднять церковь вот на этот уровень и обучить церковь вдохновить церковь научить быть пророчествующим человеком и когда мы говорим о евангелии мы говорим о передаче мы говорим о том что мы можем вот эту благую весть передавать каким образом исцеляя людей являя христа как мы можем явить христа без без знамения без того чтобы люди уверовали они верят не тогда когда мы рассказываем о боге хотя бывает по разному но на они верят тогда когда мы являем христа поэтому когда он пришел и началось его служение оно началось с того что он он проповедовал он исцелял он освобождал людей причем это было естественно в его служение потому что в деянии в 10 главе написано о том что он говорит я делаю это потому что отец со мной это внутри меня это в моем сердце это это моя жизнь интересная мысль но учитывая то что наша страна довольно большая в нашей стране много людей которые верят в бога читают библию они во церковь лены ходят храм там какие-то собрания христиан в разные совершенно но насколько и правильно я могу уловить вот настроение то для многих для многих являть христа это значит проявлять любовь там проявлять милосердие вот как будто бы вот являть христа это что-то такое что связано с добрыми делами но в плане того чтобы принести пакет с едой перевести бабушку через дорогу там не знаю приехать в детский дом ну вот такие добрые дела но вы говорите вообще о другом а других каких-то делах говоря о добрых делах я и подразумеваю добрые дела это тогда когда мы переводим бабушку через дорогу это тогда когда мы проявляем проявляем сострадание и а так как мы видим вот эту нужду что люди нуждаются и нам хочется проявить проявить дух христа проявить любовь христа и если бы мы верили в исцеление что бог исцеляет и исцеляет всех он хочет исцелить каждого человека всякого человека то мы бы видели эти нужды достаточно ну радикальны потому что сегодня всякий человек вот любой которого ты встречаешься он он нуждается в исцелении молодой старый среднего возраста мы должны уверовать в евангелие таким образом что ты можешь прикоснуться к этой нужде и исправить эти вещи конечно же это добрые дела для кого-то добрые дела вот сделать так это помыть посуду и остановиться на этом вот и и говорить что это добрые дела да я не отказываюсь это добрые дела но но как будто когда я говорю о добрых делах я и это имею ввиду но я имею ввиду и о том что бог целитель бог он сверхъестественной и мы можем проявлять все эти вещи это на нас и в нас пасы серий но вы конечно говорите вообще как будто бы то есть для многих людей перевести бабушку и там сделать добрые дела это достаточно естественно я думаю что для многих наших телезрители но вы говорите вместе с этим с совершенно друг другом измерение исцелять больных это ведь сверхъестественно как это возможно вот это я и называю добрыми делами потому что так живет мир мир он являет добрые дела он занимается и меценатством и поддерживает каких-то там голодных детей и мы этого это повсюду мы видим но бог больше всего этого он хочет и может прикасаться сверхъестественно он может инвалида делать здоровым человеком и это на нас и как раз и это может быть другой уровень но это добрые дела я когда я говорю о добрых делах я имею ввиду вот это что мы можем двигаться в дарах духа мы можем пророчествовать мы можем менять мы можем исправлять всякую кривизну мы не просто говорим о спасении не мы не просто а говорим человеку о том что его любит бог и рассказываем вот что есть рай есть ад есть вечная жизнь но мы должны как будто продолжить этот контекст мы должны явить мы должны показать реальность бога не просто рассказывать сегодня всякий человек вот ты сейчас выйдешь на улицу можем сделать эксперимент и будет каждый практически каждый человек он будет говорить о том ну да я я слышал что-то о боге я верю в бога я знаю у него есть какая-то информация но люди не знают его лично и и нам нужны эти отношения имея отношение с богом ты не можешь не проявлять его сверхъестественную природу спасибо большое дорогие наше время подошло концу пасы сергей ваши мысли очень интересны и мы еще продолжим и смотрите пожалуйста наши передачи другой день чудеса исцеления мы будем говорить о том как перейти к практике как исцелять людей как увидеть чудеса в своей жизни потому что бог он реальный сверхъестественной и исцеляющий да благословит вас господь до встречи я хочу поделиться своим свидетельством как господь исцелил меня от моей болезни в июле месяце этого года я проходила плановое обследование и на узи у меня обнаружилась киста яичника размером 10 на 11 миллиметров метров сначала я огорчилась конечно но потом подошла к священникам господа чтобы они помолились за меня о полном моем исцелении и спустя три месяца при повторном обследовании на том же оборудовании у того же доктора у меня не обнаружилось и следа от этой кисты спасибо господу за моё исцеление спасибо а а а Субтитры создавал DimaTorzok